Сердце Полесья интенсивно готовится к одному из главных праздников в календаре – областным дожинкам. Новые культурные объекты, новые дороги, новые скульптурные и цветочные композиции. Город обретает яркие краски. Масштабная реконструкция призвана снять многие вопросы по благоустройству с повестки дня, в том числе решить проблему с пробками. Посещая Пинск накануне, глава области ознакомился с темпом проводимых работ. Губернатор региона отметил, что в целом подготовка осуществляется в соответствии со сроками. Все основные работы, уверен Константин Сумар, должны быть завершены к первому сентября. Работы идут в графике. Все те объекты, которые мы планировали, они будут введены до первого сентябра. Останется для строителей, я так называю, вот этих пять дней до пятого сентябра, навести определенный лоск. По своей сути, праздник урожая дожинки – это большой рывок вперед во многих сферах. Идеологический, культурный, социальный, но в первую очередь строительный. Город обретает новое лицо. Улицы Первомайская и Брестская, Горького и Суворова, и, конечно же, площадь Ленина. Все эти строительные площадки сегодня напоминают своеобразный муравейник. Константин Сумар отметил, что строители здесь постарались на славу. Однако месяц впереди, и многое еще предстоит сделать. Некоторые совместные решения принимались прямо на объектах. Нет абсолютно никакой вины даже тех же строителей по некоторым объемам работ, по выполнению, потому что мы по ходу принимаем решения. Мы не думали сначала делать именно улицу Горку, вот эту вот завальную, которая в сторону Кирова. Но решили вот этот старый город уже сделать в полном объеме. Вот старую часть города. И поэтому сначала строим, а потом рисуются проектанты для того, чтобы все это было хорошо и чтобы было своевременно сделано. И качественно. Пинск ждал своей очереди на достойное преображение многие годы. И вот мечта осуществилась. Несмотря на то, что целиком красивый обнобленный город еще не виден, пинчане изменения уже замечают. А 13 сентября здесь пройдет фестиваль дожинки, который соберет лучших аграриев и хлеборобов области. Праздник пройдет, а все то хорошее, что было сделано для населения и города, останется в самом сердце Полесье. И будет радовать глаз местных жителей и гостей. Мы бываем раз в год в Пинске. Мы вообще гости из Санкт-Петербурга. Нам здесь очень нравится. Видим масштаб преобразований. То есть видно, что вкладываются и деньги, и силы, и средства. Самое главное, что это все с душой делается, с любовью. Мне кажется, что будет все это здорово. И считаю, что этот город только выиграет от этого. Понравилось только, поняли, что наш центр меняется. Знаете, что очень нравится то, что все-таки городские власти взялись вот за благоустройство нашего красивого города. Он у нас так красивый и прекрасный. Ну, мне нравится то, что пробки везде в городе, машина невозможна ехать. А там все прекрасно. Молодцы. Я думаю, что к дожинкам наш город будет еще краше. Город станет гораздо красивее в плане архитектуры. Дома, которые раньше были не самыми привлекательными, сейчас хорошо отделались. И поэтому больше людей станет в городе, безусловно. Будут люди ехать, нам приятно, даже родственники будут идти. И мы будем хвастаться своим городом красивым. Анастасия Назрин-Плотницкая, Сергей Куропатов, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.